здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова Елена и канал женские секреты сегодня буду ставить эксперименты со своими плюмериями у меня три растения развиваются они по-разному посеяны они в один день весь уход одинаковый освещение одинаковое грунт одинаковый но как можно видеть 1 совсем маленькая 1 где-то сантиметров 60 и вот это сантиметров наверное 80 но она у меня начала клониться я ее пересадила в больший объем корневая система не скажу что у нее слишком большая но я боюсь что она перевесит и горшок мой завалится поэтому хочу я ее сегодня обрезать и заодно взять черенок насколько я знаю искала информацию в интернете обрезать нужно не ниже 30 40 сантиметров потому что вот эти вот почки которые спящие они просыпаются обычно выше но у меня здесь так не получается черенки для укоренения нужно брать не меньше 30 40 сантиметров поставила вот я здесь не точки чтобы где я собираюсь резать вот этот черенок будет полноценный то есть отсюда до сюда где-то около 40 сантиметров но чтобы сохранить такие вот живые так скажем почки чтобы они проснулись я хочу вот эту макушку сделать прививку сюда же поэтому метки поставила чтобы не потерять полярность то есть где южная сторона есть тут же чтобы совместить и немножечко попытаюсь ее выпрямить путем косого среза черенка что у меня из этого получится я пока не знаю потому что про черенкование плюмерии кое-какие видео и статьи я нашла а вот по поводу прививки ничего найти я не смогла но буду делать папа по принципу как это делается с адениумом то есть это некоторого не скажу что это родственники но во всяком случае признаки растений их свойства они достаточно похожи эти малыши пока у меня постоят если все пройдет нормально тогда буду уже вторую тоже резать и так вот эту полярность нужно соблюсти черенок должен быть большой я его хочу укоренить здесь должно быть в идеале 30-40 сантиметров на макушку я попытаюсь привить на место и начинаю резать купила я даже себе специальный прививочный секатор но он такой диаметр не возьмет плюмерия достаточно стебли у нее твердые поэтому до должен быть острый секатор руки секатор естественно нужно обработать руки тоже нужно обработать и сок у плюмерии также как и у адениума и у многих тропических растений достаточно ядовитый поэтому работать нужно аккуратно но прививку и сделать перчатках я не представляю себе возможным поэтому буду резать и по мере работы показывать и так беру секатор здесь она у меня подвязана так где у меня тут метка здесь режу вот так она сразу должна начать давать сок это растение млечные то есть у нее выделяется сок поэтому перед прививкой или перед обрезкой желательно несколько дней и и не поливать чтобы немножечко сократить выделение сока и вот здесь срез должен быть вот такой черенок у меня получился сейчас я пока его отложу в сторону срез должен быть идеально ровный для прививок поэтому придется воспользоваться стыкой и вот так желательно за один рез вот у меня растение не очень старая в принципе она даже неплохо срезалась и теперь мне нужно вот этот сделать немножко с наклоном так желательно нет не давать соку подсохнуть теперь вот это дело прививочной лентой аккуратно так желательно заматываем так желательно заматываем конечно было бы неплохо если бы кто-то это дело поддержал нужно постараться совместить слои то есть кора с корой центральная часть с центральной частью плюс чтобы прилегание было максимально плотным то есть но и но и вы теперь ставлю обратно опору даже наверно можно сделать вот таким образом подготовила я вот такой уголок пластиковый и постараюсь наложить типа шину так чтобы не было смещения таким образом конечно так и и и и и и и и Продолжение следует... Так, здесь вроде бы смещения нет, вроде бы все нормально и оставляем ее в покое. Я думаю недели 2-3 там будет видно. Салфеточку подложила, чтобы не было царапин, даже если некоторые листья сбросят, ничего страшного. Кстати, есть вероятность укоренения листом. Вот пока мы ее срезали, можно попробовать. Сейчас вот эти срезы надо присыпать толченым активированным углем, чтобы не было попадания инфекции. Здесь сразу выделяется млечный сок. Взяла обычный аптечный активированный уголь и вот так легко вот это присыпаю. Там, где листочки удалировала. Те листочки, которые отпадают сами, там, как правило, уже срез подсохший. Так, все, эту я оставляю в покое. Теперь, что мы делаем с этой. Так, тут уже вот прямо видно выделение сока. Срезы нужно сделать максимально ровные, в смысле без заминов, поэтому секатор здесь нам не помощник. Так, подрезаем аккуратно, желательно с одного раза. Так, и сразу промакиваем салфеточкой. Нижний срез не так сильно дает сок, а вот верхний срез, здесь выделяется большое количество сока. Так, мы его тоже промакиваем. И теперь этот черенок нужно просушить. Насколько я знаю, кто-то сушит неделю, кто-то две, кто-то до полной мумификации, но у меня такого желания нет. Поэтому я буду делать немножко по-своему. Присыпаю активированным углем толченым. Здесь важно не перепутать верх и низ при дальнейшей посадке. И вот если сравнивать с черенгованием адениумов, их даже запечатывают при помощи клея момента. Клея момента у меня нет. И я считаю, что это очень варварский способ. Зато у меня есть вот такая паста. Это специально как искусственная кора. То есть она предназначена как раз для запечатывания срезов. И вот ей я как раз это дело сейчас все аккуратненько и замажу. Чтобы не попала инфекция и в то же время не испарялся сок. Черенок запечатан. На 2-3 дня я его оставляю в покое. Я его просто положу на газетку, на окошко. Тенечек, где прохладно. И пусть оно все это дело высыхает. Что касается укоренения листом. Такую тоже я видела историю. Здесь черенки нужно подкоротить. Я буду использовать ради грин. Вот первый раз мне пришел ради грин нормальный. Приходил какой-то мутный. Сейчас вот он в виде геля. Это для укоренения растений. Здесь нарисована гортензия. Главное, чтобы запечатать срезы и простимулировать корни образования. Вот это все на пару часов оставляю подсохнуть. И потом поставлю в песок, в чистый песок под колпачок. Посмотрю, что из этого получится. Для укоренения я подготовила воду. Банка должна быть достаточно увесистая. Потому что черенок тяжелый, чтобы она не кувыркнулась. Если черенков много, их даже укореняют в бидончиках больших. И желательно достаточно высокая. А после подсыхания сюда просто ставим черенок. И желательно низ притянить. То есть это можно замотать черным пакетом или бумагой какой-то. В воду я добавила четвертинку таблетки активированного угля. Пару капель эпина. И пару капель ради фарма. Это такой укоренитель. То есть через два дня, когда все это подсохнет, я это поставлю. И низ желательно сделать подогрев. То есть поставить в такое место. Но сейчас отопление включено. Вот банка должна стоять над радиатором. Не так, чтобы оно сварилось. Температура воды должна быть 27-30 градусов. А макушка должна быть в прохладном воздухе. То есть мы ее вот так погружаем. Воды много наливать не надо. 4-5 сантиметров. И наша задача будет следить за процессом укоренения. И чтобы вода здесь не испарялась. Чем больше температура, тем быстрее испаряется. То есть мы периодически воду либо добавляем. Можно поменять, если вдруг закисла вода. С таким же составом. Вода должна быть либо хорошо отстоянная, либо дождевая. Я взяла кипяченую воду. То есть через два дня вот это все у меня пойдет на батарею. Посмотрите, вот сок белый прямо. Каучук. Листочки подсохли. Я взяла прозрачный стаканчик. Он у меня без отверстий. Просто так. Песок прокаленный. Я его набирала на даче и пропаривала в бане. Листочки подрезала. Маленько уже подсох ради грин. И листочки вот так слегка под наклоном ставлю. Но чтобы они не касались стенок. Это при любом укоренении такой должен быть рецепт. Воду взяла тоже самое. Тоже с эпином, с ради грином и с активированным углем. И чуть-чуть совсем проливаю, чтобы уплотнить почву. Все. Закрываю крышечкой. Вот это отправляется у меня на стеллаж с подсветкой. Потому что здесь есть листовые пластины. Будет идти фотосинтез. Тоже ставлю на второй ярус. Так, чтобы снизу была полка, которая с подсветкой. Она более-менее теплая. Верх должен быть попрохладнее. Но тут уже как получится. Температура на стеллаже у меня порядка 27-30 градусов. Вот эта красота у меня отправляется на свое прежнее место. Получился он достаточно коротенький, симпатичный. Главное его не сдвинуть сейчас. Чтобы вот эти срезы совпали. Процесс срастания длится где-то 2-3 недели. То есть через 2-3 недели я потихоньку сниму пленку и посмотрю, как это все срастается. А сам результат мы, наверное, увидим где-то через месяц-полтора. Что приживется, не приживется здесь. Как пойдет укоренение здесь. Как пойдет укоренение там. В общем, будем наблюдать. Первая часть эксперимента подошла к концу. Что у меня из этого получится, я покажу, конечно, позже. Кому видео было интересно и полезно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение эксперимента. С вами была Елена и канал Женские Секреты. Всем удачных экспериментов, красивых цветов. И жду вас снова на своем канале. Субтитры сделал DimaTorzok